Напуган и подавлен. Так в двух словах сотрудники музея описывают нынешнее состояние яка. Несколько дней назад восьмилетний самец Иркут вместе со стадом, как обычно, вышел из загона на ночную прогулку по музею. Но утром смотрители обнаружили открытую калитку и пропажу сразу шести животных. Не было случаев, что они убегали. Сбегали вообще таких случаев у нас не было у всех животных. Поэтому наши работники, например, есть такие люди, которые работают в нашем живом уголке по 20 лет, и они не припомнят такого случая. А каким образом они преодолели забор, снесли? Ну да, видимо, потому что яки достаточно крупные животные, масса тела большая у них. И что удивительно, они, видимо, гуськом как-то шли, то есть с цепочкой шли, калитка достаточно узкая. Мы сами еще не знаем, как это произошло. Искали беглецов на проходимых автомобилях. После даже стали запускать квадрокоптер, чтобы обследовать территорию с воздуха. Найти животных удалось только вчера в лесу у станции дивизионной. Правда, не всех. Один самец и две самки смогли вернуться домой. Сейчас вы видите, он лежит, он сейчас отходит от стресса. Мы даже его не стали заводить в общий вольер, то есть подальше от людей. Ему сейчас нужно спокойствие самое главное и покой. Зато самки уже готовы позировать с посетителем. В этом вольере две девочки, Селинга и Ака. И они, как ни странно, отошли от стресса быстрее, чем их более крупный собрат. И уже даже перешли на свой обычный рацион. Вон, смотрите, спокойно себе едят сено. Что могло заставить Яков сбежать, до сих пор загадка. Тем более, непонятно то, почему стадные животные вдруг бросились в рассыпную. Поиски детеныша и двух самок все еще продолжаются. Если вы вдруг повстречаете животных в лесу, не пугайте их громкими звуками и позвоните по номерам 33 25 10 или 500 400. А еще, смотрители говорят, что у Яков так и нет опекунов. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня.